ШОК ЖОЛДЫЗДАР Через несколько дней мы будем видеть и селиться на всех телевизионных каналах, а порой даже на нескольких одновременно. А успевают ли они подумать еще о чем-то, кроме работы, нам с вами расскажет Инстаграм. ШОК ЖУДЫЗДАР Король российской сцены Филипп Киркоров подвел итоги своей деятельности за последние 10 лет. И они, друзья, весьма внушительны. Почти полторы тысячи концертов за 3650 дней. Эффективность артиста на очень высоком уровне. А что мы с вами можем сказать о своей жизни? Ведь окончание года – это всегда отличное время остановиться на минуточку и оценить промежуточные результаты. Что удалось, а что нет. И поставить новые цели на год, а может и на целое десятилетие. ШОК ЖУДЫЗДАР Певица Полина Гагарина между съемками и концертами не забывает заниматься спортом. Этот тренажер, по ее словам, и есть новогодний подарок самой себе. Ну что же, это, пожалуй, один из самых лучших подарков. Он ведь не только не вреден, но даже полезен для фигуры и здоровья. А главное, чтобы одариваемый не обиделся на ваш тонкий намек на не столь уж тонкую талию. Успешная бизнес-леди и ведущая программы «Секреты» Гульмира Талганбаева советует до конца года избавиться от вредных привычек. А еще лучше заменить их полезными, направленными на саморазвитие и самосовершенствование. Больше времени проводить с друзьями и близкими. А главное, друзья, позитивно мыслить. Думаю, что нам с вами стоит прислушаться к советам Гульмиры. Ведь она, на минуточку, обладательница номинации «Бизнесвумен-2018» по версии «Форус». Юморист Максим Галкин на своей страничке поделился видео с высадки на его участке огромной ели. Вот уж у кого новогодняя елочка будет, что надо. Одно, правда, непонятно – как же ее украшать? Эх, Максим, надо было тебе прежде нас спросить, чем елочку-то высаживать. Ведь вполне логично сначала было ее нарядить, а потом уже поднимать и сажать. Ловите, друзья, лайфхак. Вдруг вам пригодится тоже. А теперь, друзья мои, мы продолжаем знакомить вас с предновогодними чудесами. А как иначе это назвать? На концерте Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке девушка Назира умудрилась поймать куртку артиста, которую он совершенно неожиданно кинул в толпу в конце выступления. Несколько человек предлагали выкупить куртку за немалые деньги. Но девушка не согласилась и теперь гордо носит свой трофей. О таком чуде она, конечно же, не могла и мечтать. И я желаю вам, друзья, чтобы ваши мечты непременно сбывались, пусть даже и самым невероятным образом. А теперь внимание, дорогой зритель! Хочешь попасть к нам в выпуск? Размести в Инстаграм любую интересную публикацию, отметь аккаунт Медиа Академии и три хэштега, и именно ты попадешь в наш новый выпуск. Друзья, вот и подошел к концу наш очередной выпуск. А с вами была Елена Марусова и программа «Шок Желуды Сдар» в темном тепла и солнышко. Пока-пока! Субтитры подогнал «Шок Желуды Сдар»